Девушки отдыхают Господи! Как тебе? Так горько! Аргентинцы и русские довольно похожи. Что ты думаешь, в России стоило бы ввести сиесту? Я хотел увидеть настоящую Россию. Давай пять! Аргентина — это танго. Нет! Аргентина — это футбол. И все-таки Аргентина — это танго. Ох, и приснится же такое. Проспала эти часовые пояса, блин! Это мои они на выезде. Патрисио Лемос, Аргентина. В Буэнос-Айресе Патрисио работал на заводе, контролировал качество продукции. Но однажды бросил свою стабильную жизнь и отправился в Россию ради любви. С будущей супругой он познакомился в интернете и переехал за 18 тысяч километров от родины. В Хабаровске Патрисио преподает английский и испанский, а в свободное время катается на машине по национальным паркам. Ведет блог о жизни на Дальнем Востоке и смотрит футбол. Несмотря на то, что он так и не сумел понять, почему русские любят хоккей и холодец, Патрисио уверен, что между нами и аргентинцами гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Хабаровск – это граница с Поднебесной. Разница во времени с Москвой плюс 7 часов. Частичка Хабаровска найдется почти у каждого в кошельке на пятитысячной купюре. Здесь жарко и влажно, как в Сингапуре, но только летом. Зимой тут лютый мороз. Здесь течет великий амур и водятся тигры. Коренной народ этих земель на найте. Это бывалые охотники и умелые рыболовы с настоящим шаманом в каждом поселении. Потомки на найцев называют Хабаровск на языке предков – бури, что означает «лук для стрельбы», как бы намекая на природный изгиб реки Амур. А местные иногда добавляют к названию слово «сити». Так что добро пожаловать в Бури-сити! Как отдохнуть с 30% кэшбэком? В осенних путешествиях есть неповторимая прелесть. Потрясающие виды, комфортная погода и, конечно, проживание со значительными скидками. Но всегда приятно, когда можно сэкономить и еще больше. Приложение One2Trip дает возможность сэкономить на проживание в отеле со специальным значком «Дикий кэшбэк». Как это работает? На ваш счет в приложении возвращается до 30% кэшбэка специальными бонусами, которые вы можете тратить на следующие поездки. И так до бесконечности. И это далеко не все преимущества приложения. One2Trip – это огромная база отелей и апартаментов по всему миру. Более 2 миллионов вариантов, которые по-прежнему можно оплачивать картами любых российских банков. Удобства, доступные цены и выгода – это то, что так актуально сейчас. Кстати, для деловых поездок есть особые условия. Используйте онлайн-сервис One2Trip для бизнеса и экономьте на командировках. Все подробности в описании. Патрисио, мы сейчас с тобой идем в очень интересное, на мой взгляд, место. Точнее, мы идем в кафе, владелец которого обожает местную культуру. И поэтому раз в три месяца он делает выставки локальных местных художников. Но, как мне кажется, еще особенным это место делает то, что на фасаде здания, в котором оно расположено, изображены работы автора, который всячески поддерживает местные коренные народы. В частности, на Найцев. На Найцев осталось около 11 тысяч человек. Поэтому их культуру и уклад жизни пытаются сохранить и неравнодушные хабаровчане, и государство. Например, коренным народам Дальнего Востока выделяют деньги на развитие традиционных видов хозяйств и платят каждый месяц компенсации. А в школах при общинах ведут уроки на найского языка. И это так классно, когда в регионе активно подчеркивают какие-то свои местные особенности. Согласен? Я согласен на 100%. Мне очень нравится, что наш хабаровский край может показать другие края, что у нас есть. И люди, которые посетили наш край, могут ожидать, что мы нашли каждый день. Ты сам эти амурские сказки читал? Нет, не читал. Буду, буду. Ловлю тебя на слове. Да, купить книгу читать. Россия на самом деле как лоскутное одеяло. Каждый регион не похож на другой. Но нас всех объединяет наша великая история, культура, музыка, кино. Пойдем? Пойдем, давайте. Патрисию, я знаю, что ты хорошо говоришь по-русски. Но для того, чтобы интервью было более глубоким, я предлагаю перейти на более комфортный для тебя язык, на английский. Без проблем. Перейдем на английский. Честно говоря, редкий россиянин доезжает до Хабаровска. Потому что страна у нас огромная. И, конечно, в первую очередь многих людей пугают вот эти часовые пояса. Мы прилетели из Москвы, разница у нас 7 часов, спать тяжело, в общем, ну, такое себе. А ты добрался отсюда аж из Аргентины. Расскажи, почему Хабаровск? Насчет джеттлага правда. Здесь разница с Аргентиной 13 часов. Если честно, я никогда не слышал про Хабаровск, прежде чем приехать. Я знал о Москве, Питере, Владивостоке и Камчатке. Я познакомился с женой онлайн в 2013-м. Она из Хабаровска. Поэтому я начал искать информацию, гуглить, узнавать о городе и все такое. И мне он понравился. Я сказал, хорошо, я приеду в этот город, посмотрю, какой он. Я приехал сюда на три месяца. Было лето. Знаешь, когда живешь в Латинской Америке, думаешь, что в России очень холодно. Поэтому я не взял с собой никаких летних вещей. Только теплые. А летом было очень жарко, где-то плюс 35. Если летом плюс 35, то и зима должна быть, как в Аргентине. Плюс один, плюс два. Но нет. В первую зиму было невыносимо. Было где-то минус 40. Ты, получается, прям прилетел в зимние одежды? То есть что, в куртке, в шапке, думая, что здесь летом? Ну, я взял вещи, которые зимой носят в Аргентине. Не в России. Там мы носим только свитер и тонкую куртку. Здесь мне пришлось покупать всю одежду заново. Как бы начинать с нуля. Ты помнишь свои первые ощущения, когда ты вот только прилетел в Хабаровс? Я из города рядом с Буэнос-Айресом. Который похож, знаешь, на московские химки. Вот, я жил как бы в химках, но аргентинских. Это такой город-спутник. Да, да, ехать где-то 30 минут. Это индустриальный городок. Вот в моем городке люди работают с 8 утра до 12. Потом у них, не знаю, слышал ли ты о Сиесте. Конечно. Как в Испании. Да, как у них. У нас такая же культура. Так вот, в 12, час, три и так далее, все спят. Выходишь на улицу, а там никого. Магазины закрыты. Приезжие постоянно спрашивают, что это, где люди. В Хабаровске всегда на улице есть кто-то. Вот так. По сравнению с Аргентиной, в дневное время здесь жизнь кипит. Понимаешь, Сиесту устраивают из-за жары. Людей на улице нет, поэтому и магазинам незачем работать. Что ты думаешь, в России стоило бы ввести Сиесту? Я не думаю, что в Хабаровске это нужно. Не надо. Думаю, вы ночью достаточно спите. Да потому что у вас зимой очень длинные ночи. В Хабаровске закат начинается в 17.30, а рассвет в 9 утра. Поэтому тут постоянно темно. И Сиеста здесь не нужна. В отличие от Аргентины, у нас днём на улицах полно людей. Особенно на городской набережной. Она вытянулась на несколько километров вдоль реки. Амур — это главное украшение и место силы Хабаровска. Китайцы называют его «река чёрного дракона». Вон на том. Тот с китайским флагом, на нём можно поехать в Китай. Серьёзно? Да, да. Да, на один день или на пару. И, насколько я понимаю, местным жителям даже не нужна виза. Да, на один день или что-то типа того. Я знаю, что ты любишь знакомиться с русскими людьми на сайте знакомств. Да. Не, не на сайте знакомств. Это сайт языкового обмена. Например, есть человек, который хочет учить твой язык, а ты хочешь практиковать, например, русский. Когда я был в Аргентине, я на этом сайте познакомился с кучей людей. Когда я приехал сюда, просто встретился с ними здесь или в кафе. Мы просто разговаривали по-русски, по-английски. На этом сайте я познакомился где-то с 80-85 людьми. Вот такое большое количество людей. Ты можешь назвать какую-то общую черту, вот конкретно русских, которая объединяет или отличает нас, например, от аргентинцев? Я считаю, что аргентинцы и русские довольно похожи. Во многом. Но мы, аргентинцы, чуть более открыты, когда мы знакомимся с людьми. А русские более серьезные. Но если узнать поближе, вы такие же, как и мы. Очень похожи на нас. Вы дружелюбные. О чем спрашивают тебя русские в первую очередь, когда узнают, что ты из Аргентин? Они меня всегда спрашивают, что я здесь делаю. Почему Хабаровск? Зачем так далеко ехать? Почему не Москва, Питер? Я отвечаю, я хотел жить вдали. Я хотел увидеть реальную Россию. Потому что если ехать в Москву, извини, но у вас много иностранцев. Там я встречал много латиноамериканцев, англоговорящих. Здесь в Хабаровске их нет. Здесь реальная Россия. Здесь по-русски можно говорить с кем угодно. А что такое реальная Россия, в твоем понимании? По мне, думаю, Россия – это природа. Природа здесь очень-очень-очень-очень красивая. Очень особенная. Тайга прекрасна. Я ее просто обожаю. А вот чего Патрисио не хватает в России, так это настоящих аргентинских стейков. Аргентинцы не могут жить без мяса. Для сравнения, при населении в 34 миллиона человек они потребляют столько же говядины, что и в США, где население составляет 230 миллионов. Поэтому мне очень захотелось сравнить, ну, в первую очередь, конечно, цены. Сколько стоит мясо у нас здесь, в России, сколько оно стоит в Аргентине. Твои родственники подготовили для нас видео, поэтому мы сейчас его обязательно включим для наших зрителей, а после этого продолжим наш с тобой разговор. Итак, честно говоря, я не очень разбираюсь в качестве мяса, расскажи мне, как оно вообще выбирается. И, собственно, вот ценовую политику здесь мы видим, она очень разнообразна. То есть есть и полторы тысячи рублей, и четыре двести – это достаточно большой такой кусок. Вот как вы делаете это в Аргентине? У нас нет каких-то лайфхаков. Мы просто покупаем то, что нам нравится есть. Ведь у всех свои вкусы. Но абсолютно всем нравится асадо. Это такой кусок мяса, который мне бы дико хотелось найти в России. Не знаю, есть ли он здесь. Я знаю, что русским очень нравится вот такой вот рибай. Вы часто его едите. Но для меня он немного жирноват. Это очень жирно. Какой большой. Ну, для меня. А тебе понравится, думаю. Но я знаю, что оно хорошего качества. А в Аргентине стараются тоньше выбирать их? Ну да, мы обычно отбиваем его молотком, потому что оно… У нас есть особый сорт мяса – меланеса. Но это не стейк, а мясо в панировке. Это что-то типа наших котлетов в панировке, да? Да, вполне возможно, как отбивная. Да. А рибай – это вообще самый популярный в мире стейк. Это всё мясо российское? Да, это всё отечественный производитель. Делается в городе Воронеже. Мы доставляем это всё самолётом сюда. И вот в охлаждённом виде оно у нас всегда есть в Семеновиче. Но вот вы нам расскажите, как профессионал. Вот мы увидели стоимость аргентинского мяса и видим стоимость российского мяса. А вот в реалиях, в наших сегодняшних, это мясо вообще отличается по вкусу? По вкусу мясо отличается, потому что в каждой стране свой индивидуальный обход. Есть промерной, есть зерновой. Зернов все разные. Например, наш Воронежский завод – это один из многих заводов во всём мире, который кормим чисто пункту дымзи. За счёт этого мясо приобретает определённый сладкий вкус, которого практически негде не царит. Можно ли сказать, какое мясо лучше – российское или аргентинское? Это будет зависеть от рук повара. Тогда я предлагаю купить какое-то мясо и узнать? Да, давай, хорошо. А у вас есть осада? Сами найдём. О, да. Вот оно. А что такое осада? Это тонко нарезанные ребра, которые приходят там, и мы их напиливаем примерно по сантиметру толще. Вот это мы едим в Аргентине. Это называется осаду. Самое лучшее. Вы используете какой-то маринад свой. Вот это. Только соль? Ну да, а что ещё? Возможно, перц. Но это всё зависит от человека. Мы не корейцы, чтобы есть всё с перцем. Тогда предлагаю поехать и узнать, какой же у нас аргентинский повар. Поехали, попробуем. Супер. Спасибо большое, Григорий. Спасибо. Спасибо, спасибо. Друзья, вместе с Патрисио мы были с вами в достаточно премиальном магазине. И для чистоты эксперимента я пришла на местный рынок для того, чтобы сравнить, сколько здесь стоит мясо. Итак, давайте же узнаем. А сколько у вас и какое мясо здесь вообще? Расскажите. Вот это вот что? Это шейная мякоть. Она идёт в скости и стоит 850 рублей. 850 рублей за килограмм. Так, вот это. Это ковалок, это внутренняя часть ляшки. Очень нежная, очень сочная. Стоит 1000 рублей. Так, 1000 рублей. Сама ляшечка просто с прожилками. Стоит 950 рублей. Так, а вот на косточке? Вот такие вот ребрышки, получается, кляшечки, кляшечки, кляшечки стоят 600 рублей. 600 рублей. Супер. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Нужно отметить, что на Хабаровском рынке мясо дешевле, но стоит всё равно дороже, чем в аргентинском супермаркете. Однако Патрисио цены не смущают, поскольку в России, по его словам, он зарабатывает гораздо больше, чем мог бы заработать на родине. А можно вообще сравнить Аргентину и Россию в плане уровня жизни? Могу сказать, что в России жить легче, потому что здесь экономика лучше, тут безопасно. Мне очень нравятся местные люди, никто тебя не трогает, здесь никто не пристает без особой причины. Знаешь, в Аргентине был кризис в 2001 году. У нас был дефолт. Давай, я тебе расскажу, когда я приехал в Россию в 2015 году, один доллар стоил 63 рубля. Или 9 песо. А сейчас, если не ошибаюсь, один доллар стоит где-то 85 рублей. Или 1000 песо. 1000? Одна тысяча? Из девяти стало тысяча. То есть, как бы, явно, что если бы ты работал по той же специальности, как ты работаешь здесь, в России, там, в Аргентине, ты бы зарабатывал, видимо, значительно меньше, да? Ну, вообще, я бы не мог работать в Аргентине, ведь я бы не смог преподавать там испанский. Я не знаю, сколько я бы получал, но в Аргентине лучше всего платят на заводах. У нас развитая промышленность. Самая высокая зарплата бывает 2 или 3 тысячи долларов, в зависимости от имеющейся квалификации. Например, лично я в Аргентине работал на заводе пива. Я был инспектором контроля качества. Вот и зарплата у меня была высокая. Насколько я понимаю, в Аргентине, ну, не то чтобы культ наличных денег, но люди не очень-то доверяют банкам и вообще в целом пластику. Почему так происходит? Да и не просто так, ведь в 2001 году у нас были проблемы с банками. Они позакрывали много счетов. Мы называем это королита. Снять можно было только около 100 долларов в день. Люди, у которых были доллары, не могли их снять, ведь можно было снять только песо. Из-за этого люди неохотно, ну, пользовались счетами. А еще доллары можно купить только на черном рынке. А на черном рынке в два раза дороже. Да и платить нельзя ни кредиткой, ни карточкой, только за наличные. Вот почему. И люди стараются везде, соответственно, расплачиваться также наличными, да? Да, потому что банки в Аргентине весьма опасны. Люди им не доверяют. Здесь я не ношу наличку. Все деньги на карте. Вообще ничего нет, маленькая карточка. Все равно мне кажется, что Россия и Аргентина похожи. Согласен, согласен. Ну, как минимум, потому что в настоящий момент, насколько я понимаю, и у нас, и в Аргентине достаточно мало зарубежных брендов. Расскажи, как аргентинцы вообще решают эту проблему? У нас есть много, очень много китайских компаний. Мы решили проблему. Вместо настоящих брендов у нас есть, не знаю, можно ли называть, Садидас или Ники и подобное. Поэтому проблем с этим нет. Если хочется купить что-то за границей, например, в Аргентине, то придется уплатить большой налог. Например, если из Аргентины захочется полететь в Москву. За билет на самолет придется заплатить где-то 140 тысяч рублей. Плюс налог, это уже будет 400 тысяч. Это очень много. Это самая большая проблема в Аргентине. Если хочешь купить айфон или популярные бренды из Америки, выйдет очень дорого. Придется лететь в соседнюю страну, например, Парагвай, и купить там подешевле, потому что там низкие налоги. Все делают так. А вообще люди часто пользуются, не знаю, теми же айфонами, самсунгами, ну, такими популярными гадами? Они не особо популярны, потому что у нас часто крадут телефоны на улице. Да, это ужасно. Не получится просто пройтись по улице с телефоном, потому что подбегут и заберут. Да. Вот что мне очень нравится в России, в первые два или три месяца мне было очень трудно ходить с телефоном в руке. А теперь я могу пойти в кафе и оставить телефон, чтобы все знали, что столик занят. Без проблем. А в целом ты себя в России чувствуешь безопасно? Да, здесь очень безопасно. Например, я без проблем могу гулять возле дома в три часа ночи. Ну, потому что люди думают, что я как они. Что я русский. Ну, и все-таки. Ты не думал о том, чтобы вернуться обратно, жить в Аргентину? До начала кризиса я хотел вернуться в Аргентину, работать онлайн в России, потому что курс песок рублю был очень хорошим. Но теперь он стал стабильным и невыгодным. И, как я уже говорил, здесь я чувствую себя в безопасности. Ты можешь сказать, что ты любишь Россию? Да, я люблю Россию. Иначе я бы не стал ее гражданином. Я очень люблю эту страну. А как ты считаешь, дружба в России и дружба в Аргентине, она вообще отличается? Ну, в каком-то роде. Например, если бы мы подружились... Привет, я в гости. Я бы сказал, без проблем, заходи. Но здесь нужно заранее предупредить, что придешь. Это даже грубо, если ты просто придешь в гости и скажешь, я пришел. Как я и говорил, мы очень открыты. Мы любим общаться с людьми всегда. Если мне нужно занять немного денег, я пойду и попрошу. Без проблем одолжат. А русские не спешат просто так давать в долг. Некоторые считают, что отдавая деньги, теряешь друга, потому что он может их не вернуть. А в Аргентине, если долго не платят долг, говорят, ну и когда ты мне заплатишь? Шутят об этом. В России к деньгам относятся очень серьезно. А если ты идешь на день рождения? Здесь, например, и в Аргентине отличаются? Например, вот в Бразилии принято, что если ты идешь на день рождения, то ты покупаешь еду, покупаешь напитки и приходишь как бы... То есть сам человек, у которого день рождения, он ни за что не платит. В России наоборот. Ты всех собираешь и платишь за всех. Это зависит от многих вещей. Чаще всего на детский день рождения мальчики приносят напитки, а девочки приносят еду. Называется сальдо, баланс. Так делают дети. А если приглашаешь друзей в кафе, все платят за себя. В отличие от вас, мы не такие щедрые. Вы платите за всех. Мы идем в ресторан, но каждый платит сам. Или мы скидываемся, но это не всегда честно, потому что иногда кто-то может заказать много, а тебе приходится платить. А вот к слову о том, что есть вообще в Аргентине. Ты знаешь, что, например, шариковую ручку изобрели у вас? Да. Серьезно? Да. Это знают все аргентинцы? Да. Мы ее называем лаписерра. Но вот испанцы ее называют баллиграфо. Хотя ее изобрели мы. Назвали, как захотели. Это совсем нечестно. А что еще такого удивительного Аргентина подарила этому миру? Месси? Ну, не знаю. А что еще? Хорошее мясо, танго. Я забыл все на свете. Это очень интересный вопрос. Чем вообще занимаются аргентинцы? Здесь на экране должны появиться часики такие два часа. Хорошо, хорошо. Ну, окей. В первую очередь, конечно, ты назвал Месси. Почему? Потому что Аргентина живет футболом? Для аргентинцев футбол вроде религии. Да, он очень важен для нас. Если ты в футболке одной команды пойдешь в район, где любят другую команду, тебя могут даже избить за такое. Случалось, я поехал учиться туда, где есть две команды, которые ненавидят друг друга. Я купил футболку одной из них. Я пошел учиться, а потом вышел из университета и увидел на улице кучу болельщиков другой команды. Они начали бросаться камнями, пытались меня ударить. Это было ужасно. Теперь я в этой футболке только сплю. А как думаешь, почему так происходит? Почему настолько большая... Это часть культуры, как хоккей у русских, наверное. Что-то вроде этого. По-испански мы говорим «футбол эспасион». Футбол для нас — это страсть. Можно вообще забыть про футбол, но во время Кубка мира вспоминаешь, что ты стопроцентный аргентинец. Если кто-то скажет плохо об Аргентине, я буду с ним драться. В 2018-м в России был Кубок мира. Играла Аргентина против Франции. Все болели за Францию. А когда Франция выиграла, все посмотрели на меня. Я такой. Кстати, Патрисио часто гуляет по городу в футболке аргентинской сборной. Он вообще много ходит пешком. Одно из любимых его мест в городе — Амурский утес. Самое красивое место в Хабаровске. Ничего себе! Вот это вид! А правильно я понимаю, что вот там уже Китай? Да. Отсюда можно увидеть Китай. Этот остров впереди наполовину принадлежит России, наполовину Китаю. Там пограничный контроль. Так близко. Отсюда можно увидеть половину Хабаровска. Вот тут центр и южный, но вот северный отсюда не видать. И где-то здесь в округе ходят тигры, да? Угу. Ну, не прям здесь, но вот там, на севере, да. Вот медведей увидеть можно. Очень красивый город. За этот вид ты полюбил Хабаровск? Угу. Сто процентно. Ну и все-таки. Что русского отличает от аргентинца? Мы довольно похожи. Если бы Россия и Аргентина были слишком разными, я бы здесь не жил. Например, в Англии и в Америке очень сложно привыкнуть к условиям, потому что их культура слишком отличается от русской или аргентинской. Ты говоришь своим друзьям там по телефону, переезжайте в Россию. Здесь действительно классно. Я всегда говорю, что здесь самые красивые женщины. Приезжайте сюда. Но они говорят, что им трудно выбрать между женщинами и барбекю. Очень тяжелый выбор. Или футболом. Барбекю действительно что-то святое для жителей Аргентины. Только представьте, на чемпионат мира по футболу в Катаре аргентинские болельщики привезли с собой из дома 900 килограммов мяса. Теперь я понимаю, почему Патрисио сказал, что без шашлыков это интервью не обойдется. Мы отправились за город и заехали на заправку для маленького эксперимента. Раз нам прислали видео из Аргентины со стоимостью бензина. И тем более мы едем в наше мини-путешествие. Я все-таки предлагаю сравнить стоимость. 95, например, стоит 58.02. То есть 58 рублей. Это значительно ниже, по факту, чем у вас. Правильно ли я понимаю, что люди зарабатывают меньше, а бензин стоит намного дороже. У нас сменилось правительство, вот и цены выросли. На все. Но раньше все было хорошо, цена была как в России. Друзья, вы обязательно в комментариях напишите нам, из какого вы региона и сколько стоит бензин именно у вас. Патрисио живет в России уже 11 лет. 10 из них он женат на русской. Со своей женой Екатериной он познакомился в интернете. Она в тот момент жила в США. Когда она вернулась к себе домой в Хабаровск, Патрисио приехал ее навестить и остался навсегда. Патрисио, спасибо тебе большое, что ты пригласил меня на пикник. Очень жаль, конечно, что твоя жена не смогла приехать. Расскажи, пожалуйста, что у нас здесь на столе? У нас тут прямо мультикультурный стол. Например, с этого края до этого у нас дальневосточные продукты, а здесь по большей части аргентинская еда. Так, а что это? Что это вот это? Папоротник там, помидоры, вот здесь лук, огурцы, морковь. Да, острая морковь по-корейски. Окей, а что вот это вот за травка? Это аргентинский чайматэ. Он растет в северо-восточной части страны. Он как настой в России. Это напиток? Вот он. Хочешь попробовать? Да, я очень хочу. Хорошо. Так, это традиционный сосуд, из которого пьют матэ. Сейчас налью воды, а потом выпью. Нужно пить, пока не услышишь такой звук. Почему? Культурная особенность. Означает, что ты выпиваешь всю воду. Вот. Попробуй, он слегка горчит. Это что-то похожее на чай, да? Да, это ведь чай, но бодрит, как кофе. Если пить матэ утром, будешь полон энергии. А вот что это за чашка такая? Называется колобаса. Так. А вот эта металлическая трубочка, бомбиша, не нужно ее вытаскивать. Боюсь. Удачи. Господи. Как тебе? Горько. Да, конечно. Это как будто... Как будто очень много заварки, как будто очень много чая и чуть-чуть воды. И вы такое пьете? Да, потому что он очень полезный. Мат очищает организм. Он помогает от камней в почках. Но мы собрались не ради матэ, а ради осада, знаменитого аргентинского барбекю. Оказывается, в Аргентине, как и в России, мужчины на шашлыках отвечают за мясо, а женщины за красивый богатый стол. Поэтому делим с Патрисио обязанности пополам. Слышала, что мужчины в Аргентине на самом деле не стремятся жениться. И иногда... То есть очень часто они живут либо одни, либо живут со своими родителями. И только там годам 35-40 задумываются о собственной семье. Это правда? Да. Аргентинцы обычно женятся после 30. Для нас 30 — это новое 20. Наверное. Это потому, что у нас другая система. Мы заканчиваем школу в 18-19 лет, а потом поступаем в университет. А потом все зависит от карьеры. Например, у русских к 25 годам уже два диплома, а аргентинцы получают только один. В Аргентине перед университетом... Вот в университете я изучал английский и одновременно астрономию. Хотелось сохранить баланс, но было сложно изучать сразу два предмета. А вы, не знаю, как у вас выходит, но вы справляетесь. Сейчас в Аргентине очень трудно жениться, потому что женщины хотят независимости. Они не терпят компромиссов. Не все, конечно, но большинство. Я встречался с аргентинками, и многие из них не хотели заводить семью. Вот тут я расскажу, как я узнал о России. Я поехал в Буэнос-Айрес. Каждый год в Аргентине в Буэнос-Айресе проводится праздник, посвященный разным странам. И я попал на День России. Там было много русских, живущих в Аргентине, которые на улице продавали традиционные русские вещи. Там я впервые попробовал пирожки. Пирожки с капустой. Я так удивился. И там был один мужчина, сказал, что для создания семьи лучше всего подходят именно русские девушки, потому что для них семья — это главное. Я ответил, хорошо, я согласен. Знаешь, у меня нет друзей в браке. У большинства есть партнеры, дети, но штампа в паспорте нет. Вау, почему? Не знаю. У нас это зовется конкубинато. Означает, что у тебя есть жена, но неофициальная. Может, все потому, что людям лень или им просто не хочется жениться. А еще я слышала, что в Аргентине как таковое понятие возраста отсутствует. Ну, то есть человек, типа, и в 40, он еще, да я такой молодой, я могу не жениться, все нормально. Это правда так? Да, есть такое. Есть люди, которые в 50 разводятся и начинают ходить по барам, где полно молодежи и считают себя крутыми. Да, бывает такое. А почему так? И почему такого нет в России? То есть в России есть такое ощущение, что, возможно, в больших городах это уже приходит, но в маленьких такое ощущение, что, особенно давление идет на девушек обычно, что тебе уже условно 30, нужно рожать детей, выходить замуж. В Аргентине такого нет, ты понимаешь? Нет, в Аргентине можно завести детей и в 40, и в 45 без проблем. Приехав сюда, я удивился, что многие люди, особенно девушки, с которыми я знакомился, считали, что в 30 они уже старые. Я говорил, ты вообще о чем? Может, врачи не любят, когда девушки рожают после 30, потому что это тяжело? Не знаю, это же неправда. А вообще, в Аргентине мы стареем медленнее. Благодаря погоде. Если сравнивать аргентинцев и русских одного возраста, можно заметить разницу. Аргентинцы выглядят намного моложе. Это все из-за солнца, погоды, может, маты. И люди живут долго. Например, моя бабушка, прабабушка, не бабушка. Она пила маты каждый день и дожила до 100 лет. Да. Это нормально для Аргентины, или это долгожительство? Да, люди в Аргентине доживают до 85, до 95, даже до 100 лет. Да. Потому что вы больше радуетесь жизни? Да. А еще пьем много мата. А может, и потому что аргентинцы много танцуют. Ведь кроме маты, эта страна подарила миру танго. Я вот смотрю, что здесь танцуют танго, и сразу же вспомнила, мне кажется, один из главных стереотипов. Правда ли, что все аргентинцы танцуют танго? Умеют танцевать, как минимум. Ну, я не самый стереотипный аргентинец, потому что мой дедушка с бабушкой оба танцевали танго. Моя мама учительница танцев, а я танго не танцую. Я занимался этим в детстве. Да. Возможно. Да, я больше занимался изучением языков, поэтому... Ну, точнее, раньше я умел танцевать, но теперь нет. Ну, ладно, если хочешь, пойдем потанцуем. Посмотрим, умеешь ли ты. Я хочу. Пойдем попробовать. Пошли, пошли. Вау! Здравствуйте! 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 Это так принято? Да, это принято. Вы нас научите танцевать? Да, конечно, конечно, научим. Хотите научиться, значит? Да, да. Отлично, давайте. Давайте учтем того, что танго важна, контакты, взаимодействие с партнером. Давайте возьмемся вместе. Вот такое учебное объятие. Такое? Почувствуем, что, смотрите, мы можем переносить свой вес ноги на ногу. С какой? У нас вот рассинхрон. Хорошо. Еще. Справа? Да, здесь, смотрите. Опа. Спасибо вам большое. Спасибо. Ой, пожалуйста, пожалуйста. Отлично у вас получилось. Это просто вы замечательные. Спасибо. Здравствуйте, маэстро. Как будто вы с вами уже не первый раз прощались. Все, до свидания. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Патрисио, а в Аргентине принято вот так с жаркой и тепло обниматься по сути с абсолютно незнакомыми людьми? Да, мы такие. Поэтому сначала в России мне было очень тяжело. Ведь каждый, кого я встречал, мужчина или женщина, я их обнимал, и они спрашивали, почему? Мы не знаем друг друга, почему ты целуешь меня? Я удивлялся. А теперь я здороваюсь с людьми за три метра от них. Привет. Особенно мужчины, наверное, были не рады в России. Да, когда пытаешься обнять мужчину, он говорит, что ты делаешь? А теперь я, как настоящий мачо, жму руку. Патрисио, мы, конечно, с тобой находимся в таком знаковом месте не только для Хабаровска, но и для всей России. Почему? Пятитысячная купюра в статуе Муравьева-Амурского. Все точно, все так и есть. В Аргентине люди ведь говорят на испанском, но аргентинский, испанский и испанский в Испании очень сильно отличаются, правильно? Правильно. У нас тоже страна огромная и в каждом регионе всегда есть какие-то свои словечки, которых нет в других регионах. Поэтому именно здесь, в этом знаковом для Хабаровска месте, я решила проверить, насколько ты стал хабаровчанином. О, Господи. Ты сам как оцениваешь? Насколько? Если ты имеешь в виду сленг или типа того, я бы сказал на 5 из 10. Тут давай проверим. Итак, что такое уматный? Такого слова я не знаю. Ты меня убиваешь. Минус 1. Не. Уматный – это значит классный. Так и подумал, так и знал, что это оно. Если вдруг где-то в Хабаровске тебе скажут, о, какая уматная футболка, это значит, ты прям классно выглядишь. Чифанька. Откуда ты взяла эти слова? Я ни разу их не слышал вообще. Серьезно? Ага. Чифанька – это как бы такая недорогая забегаловка. А еще говорят чифанить. Чифаньть – это значит вкусно есть. А, понял. Я попался. Этого я не знал. Вот пока мы видим китайских туристов, я спрошу тебя, что же такое за слово? Куня. Чего? Это слово я не знаю, но звучит как-то странно. Так в Хабаровске называют красивых китаянок. Вот если видят красивых китаянок, говорят, ой, такая куня. Стой, я думал другое. Разве можно задавать такие вопросы на ТВ? Что такое еврейка? А, ну это просто. Это девушка еврейской народности. Ну, почти. Это, как сказать, люди, которые живут там, в еврейской области. Да, но не только. На самом деле всю саму еврейскую область соседней евреи называют еврейкой. То есть не еврейский, а автономный округ. Да, да. Это аббревиатура. Да. Вот это я знаю. Один, один вал есть. Ужасно. Итак, что такое тузлук? Я не знаю. Тузлук – это соляной раствор для засолки рыбы, овощей и мяса. Да? Я такое не пробовал. Засчитай мне балл, потому что я не знал, что такое существует. Ну, что тебе сказать? Один балл есть? Одного мне хватит. Один из пяти – я доволен. Окей, а насколько ты себя ощущаешь русским в целом? Думаю, я на 50% русский, потому что я все еще привыкаю ко многому. Еда, например. Я не могу есть многие блюда русской кухни. Если нужен пример, то холодец. Я его ненавижу. Я его вообще не могу есть, даже смотреть не могу. Для меня это слишком. Что вообще с холодцом не так? Почему я его так недолюблю? Мне очень жаль, россияне, но холодец похож на мозг в желатине. Нет, я его не люблю. А итальянцы еще говорят, что в России во всю еду кладут укроп. Говорят, это же просто невозможно. Откуда столько укропа? Почему вы все время добавляете? Есть такое. Я хоть и аргентинец, но моя семья из Италии, потому что понимаю, что они имеют в виду. На 100%. Ну что, пойдем прогуляемся. Пойдем с китайцами. Ну да. Здравствуйте. Здравствуйте. Раз уж ты приехала в Хабаровск, я хочу, чтобы ты попробовала наше мороженое. Хочешь? Да, я хочу. Оно не как в Аргентине, но тоже очень вкусное. Жди здесь. Окей. Интересно, что это за особенное мороженое в Хабаровске. О, это для меня? Спасибо. Да, в Хабаровске очень быстро обслуживание. Окей. Итак, попробуй и скажи, как тебе? Вкусно, очень натуральный вкус. А почему ты сказал, что мороженое не такое вкусное, как в Аргентине, а что оно какое-то особенное у вас? Ну, понимаешь, в Аргентине много коров. Да, коров. И поэтому у нас много хороших, как сказать, молочных продуктов. Молоко, йогурт, мороженое, дульче де лече или сгущенка по-русски. Да. Я, кстати, где-то читала на просторах интернета, что аргентинцы считают вареную сгущенку своим изобретением. Но мы-то здесь, в России, абсолютно уверены, что это наша родная вареная сгущенка. Знаешь, вот когда варишь ее дома, на кухне, она у тебя взрывается. Ну, люди в Аргентине о таком не знают. Но мы считаем, что это мы придумали ее. Мы добавляем ее везде. У нас есть круассаны с этой сгущенкой. Мы называем ее дульсе де лече. Сладость из молока. Она вкусная, да? И еще от нее толстеешь. Вот в чем проблема. А у тебя не было вот ощущения, что у нас вроде тоже много молочных продуктов, но ассортимент совершенно другой? Потому что помимо йогуртов, которые есть практически в каждой стране, у нас есть кефиры, ряженки, снежки, вообще все, что угодно, айраны. Больше скажу. Я впервые в жизни попробовал сметану здесь, в России, потому что в Аргентине я такого не ел. А еще кефир. В Аргентине я кефир не пробовал. Для меня это было что-то новое. Но все-таки давай покончим вот с этим спором. Вареная сгущенка, чья? Российская или аргентинская? Ладно, я аргентинец, я скажу, что аргентинская. Я скажу, что русская. Голосуйте в комментариях. Мороженое классное. Да, довольно вкусное. Судя по всему, обнаружено еще одно сходство русских и аргентинцев. Мы любим много и вкусно поесть. Патрисио показывает мне свой фирменный рецепт. Асада нужно с двух сторон обильно посыпать куски мяса солью. Благодаря соляной корке, по словам Патрисио, мясо получается сочным и нежным. Остается пожарить асада на углях и готово. Но у нас что-то пошло не так. Очень соленый. Мясо хорошего качества, но соленое, потому что соль от него не отлипла. Вкусно, да, но очень соленое. По такому случаю у нас говорят, что повар влюбился. А я люблю соленое. А я считаю, что нужно попробовать с дальневосточным салатом из папоротника. Честно говоря, я родом с Урала. И у нас на Урале папоротник не едят. Давай попробуем с мясом. Попробуем. Очень вкусно. Мне очень нравится папоротник. Он напоминает грибы соленые. Вот и вкусно. Ну что, за повара. Я бы поставил... Я бы сказал где-то на шесть из десяти. Патрисио, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Ну ладно. Три главных качества русской души. Ну вы очень добрые. Вы очень гостеприимные. Те, кто мне помогал, никогда меня не разочаровывали. Никогда не просили чего-то взамен. Вот это мне очень нравится в русских. Три вещи, которым ты никак не можешь привыкнуть. Никак не могу понять дикую страсть русских хоккеев. Когда в городе матч, все сходят с ума. Везде пробки, люди кричат. Прямо как с футболом. Если честно, я никогда не смотрел хоккейные матчи. А еще не понимаю некоторые блюда. Русские очень любят огурцы. Ну я люблю вот соленые огурцы, но не свежие. А у вас очень много салатов, просто блюд с огурцами и луком. Для меня это уже слишком. И третий. Всякий раз, когда я пытаюсь подружиться с русскими мужчинами, возникает проблема с тем, что они приглашают меня на рыбалку. Мне не нравится, что мне сложно заводить друзей среди русских, потому что у нас разные интересы. Большинство мужчин здесь на Дальнем Востоке любят хоккей, рыбалку или охоту. Вот это мне не совсем нравится. Хотя погоди, этим летом я начал таким увлекаться, потому что если мы через пару лет встретимся еще, может, я скажу, что это круто. Что русскому нужно для счастья? Думаю, хорошая погода, хорошие друзья и хорошая работа, скажем так. Хорошая работа с высокой зарплатой, потому что с деньгами на Дальнем Востоке жизнь становится намного легче. Патрисио, спасибо тебе большое за это интервью. Спасибо вам. Несмотря на то, что мы с тобой активно сравнивали две наши страны, я думаю, что все-таки главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Да. Я согласен на 100%, Мария. Спасибо, что приехала так далеко в Хабаровск. Надеюсь, тебе понравился наш город и местная природа. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. В этом сезоне самым нашим активным зрителям мы решили отправлять наш фирменный мерч. Для того, чтобы принять участие, вам необходимо ответить на вопрос из Нанайской сказки. Почему барсук и медведь перестали дружить? Ну, и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Мы все читаем. И если вы смотрите нас на Ютубе, не забывайте подписываться на наши аккаунты в других социальных сетях, чтобы не потеряться. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok